скитерок да ладно его видит он сейчас закинет боже скитер радан раданович радан родионович газманович ребятки всем привет как вы знаете многие сталкиваются до сих пор с проблемой пополнения стима или приобретения игр которые недоступны в рф но к счастью сервис который вам может с этим помочь помощью купе код вы сможете пополнить стим самой низкой комиссии на рынке и сделать вы это сможете всего за пару действий сначала вырезать логин выбираете сумму на которую хотите пополнить вводите мой промокод nix который снизит комиссию еще на два процента и нажимаете оплатить все происходит очень быстро дешево и безопасно кстати ничего кроме логина от вас не требуется пополнять вы кстати можете аккаунты как в рублях в долларах так и в тенге как и я например также благодаря купе коду можно приобрести игры на свой аккаунт том числе конечно и те которые вы не сможете найти в магазине стим с помощью моего промокода если вы захотите подарить кому-то игру например там своему другу или подруги вы получите еще скидочку в 10 процентов купе код это целая игровая экосистема ребята не только является самым надежным способом выполнения баланса они также проводят турниры развивают комьюнити предлагает систему лояльности и что самое главное делают опор на честность ссылку на купе код вы можете найти в описании под видео а я вам желаю приятного просмотра офигеть надо фп о тот самый тинкер помните про которого я говорил сейчас узнаем задротой спирит с тинкером или нет я считаю что фалькон сделали правильное решение что его отдали я прям уверен в этом так что смотрю как мне пошка катал на него паблика это был не очень у него 15 игр на тинкере но это смешно 15 игр блять это такая хуйня ну серьезно это точно не заслуживает бана он нынче и шаду демоне вот как фалькон забанили сыграет в разы лучше и с большим винрейтом поэтому я полностью согласен с подготовкой снайкинга и аллы это не глупые ребята что я блять дыни обожжался ой нога мне 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 нравится нога сап просто не нужен игрок постельный добирают снэпку имбовую я думаю это даже больше спиздить успели потому что мира на снэпке сам по skype играл так ли на керри и ванны кстати на самом деле на керри имба но родан обычно на линии проигрывает а мне стать не нравится сап тинкер с лины на линии хотя они могут посвапаться может на тускаре прийти в легкую мира например или на свене мира может в легкую прийти ну да это тинкер ну может мне пошка в карт пойти либо реально мира на тинкере под играть посмотрим но я не видел у него ни одной игры но никто не исключает смурфы тоже но мне нравится пик фальконс пока что нам непонятно чё на вас будет ну да это панга мид бресту бэк получается тройка ебать тут бресту бэк конечно весь драфт накрывает вообще панга есть чудов и бля очень сбалансированного spirit получилось прям гипер просто знаете здесь я короче вижу единственную дырку в драфте spirit и эта дырка единственная дырка короче это в том что у них мира и коллапс обычно определенные задачи выполняют в игре а здесь по факту ну как бы тинкер вообще другие задачи будет выполнять он никакой не инициатор он стоит сзади он просто хилит он отпушивает линии бристал тоже и то есть тут вся инициация и вообще какой-то дизейбл будет просто только на ульте панга и свэн и стане свэна ван у меня очень драфт радио нравится вот прям пиздец очень крутой драфт на меня я не тоже не скажу что фальконс плохой драфт но мне так сложно поверить в этого эрку от скитера вот просто вот не знаю вот просто сложно вот как-то она вообще не внушает мне никакого доверия этого эрка нифига кстати крипса то в маурина офигеть очень круто 1 пачку я вообще не по как можно по гольеру за донай 3 крипа когда у него 65 урона на паке 56 со всратой тычкой 4 крипа ну лантере понимаю денис просто автотач вместо чтоб крипа фасу но малурин зоне судя по стрейфом что-то он в этой игре прям вообще что-то съел знаете такое бодрящие потому что ленинг у него просто охуеть какой крутой 9 и 4 и жоя походу ребят 9 19 0 кстати в натуре лотус снэйкинг тоже пытается подраться за него и забирает тоже его тут просто на эмэсе нага 330 убегает кстати может попробовать убить лазер мира гранаты промахивается мира лазер не нажал нажал зачем-то марш ну пока не выглядит плотным тинкером какой у него левел левел 2 блять на нем две игры три две игры с квестом от dota плюс он на базовый а нет не идет кстати радан убивает бруду на фб они сами нападали в итоге на развороте не рассчитал урон здесь самар и фрикил для раданчика а это чё лины через арканы будет да ладно а чё он не побежал он же добил бы его убивают в это время у нас в топе с накидом он же добил бы его я уверен он добил бы вот-вот тычку дай почему он его отпустил также под пассивкой чел был это пиздец вообще чё это было но пока на маурине катка dd мир и вынужден забрать дд маурин есть койл маурин ну тут нету мана если какой-нибудь бля он его просто с дд отхуярил ахахахахаха блять бля это очень смешно я не знаю бля это очень смешно это пиздец бля такая хуйня но это пиздец смешно я не знаю бля можно реально после каждого килла спавить чё-то сныкинг тут пытается таки контестить но большой попробует с паком спиздить а radiant видит это да видят на варде было это вид так подходит лару лару с ультом очень падлу стаки отдавать по лапу горит ваху ели мои стаки пиздить бегут за сныкингом есть ульта не дают ульту здесь кастовать лару прилетает крит лару ай-яй-яй может быть больно очень денис убьют его скорее всего сто процентов до прилетает еще пауэршот очень хотят стаки украсть у коллапса коллапс ульт шекл коллапс ну не ну тут конечно скитер пухает по ноль блять пытается пытается спиздить большой но эншотов не спиздит никак хотя да ладно подходит еще и крит вот это в наглость нахуй от критела братела в итоге критела нужно забирать какой шекл потрясающий просто от скитера охуеть марши хилит марши хилит но не хватает урона в это время все крит живет нужно добивать как-нибудь мира мира добивает так прилетел уже лару из таверны маурина нужно допить он не не у него еще есть арба пойдет до конца стану летает на арбу покатился лару до конца он его видит но там еще шесть тиков еще одна арба не но кстати докатиться он докатиться он убьет его не пошел дальше а ну там на нациальность и вышел уже надо там еще одна арба была бы а круто фалькон с этот момент отыграли для красавец скитер на самом деле шекл был охуянный бля панга 3000 творца ну блять но не может панга так проебывать мид паку ну это такой блять такой бред очень еще раз умрет что ли куда блять что с денисом нахуй как же он руинит эту игру это просто пиздец куда он бежит чё он делает 3 200 на творца вообще он стоял против пока это супер при матч-ап для панга вот просто супер при матч-ап ну фальконс просто на скилле реально к бэку эту катку ну бреста хорошая игра но он сдох опять же на тройке у него спиздили стаки так ульт пошел на радана радан умирает отличный выход от фальконс под мид здесь же коллапс ну а где вот был в это время тинкер непонятно в этом не ну походу фальконс просто вот и вот вот это и есть слабость этого тинкера бля вот самое забавное что я почему-то до конца не поверил в это я сам я сам же своим словам не поверил но я по-прежнему считаю что если панга поставил бы нормальный мид этой ситуации бы в игре бы не было эти стаки бы не были бы спизжены а все бы вообще по-другому было бы сейчас бы наоборот бур один 3000 вели игра была бы вообще другая но и не в я вижу что спирит с тинкером не комфортно играть на нахуй пиздец он в зоне на паке я вот мне нравится что фальконы не идут убиваться в этого тинкера они просто их оверфармят и все они просто очень четко понимают да и опять же я уверен спириты не умеют с тинкером играть я прям в этом уверен это еще я говорил вчера когда против вот бум они играли это просто видно по статистике и как будто под стиль игры еще и не подходит перед у этот тинкер умирает опять радан нужно выйти паку заберут здесь крита но это идеально размер или даже не заберут крита блям просто пауз сделал так он еще ими пошку ебашит если чё а он не собирается улетать ульта а у нету маны на ульты а пт на интеллект это гг может что могу сказать с этой ситуации уже не компактный вот я иногда сам себе поражаюсь то что я вот сам себе не доверяю в каких-то моментах они имеют играть с тинкером и нельзя так играть им нужно брать агрессивного флейн где коллапс с мирой ебут и могут что-то делать по карте только так иначе они просто сыпется как тима так аганим то добил бреста бэк так как радиан драфт не может их качнуть из-за того что обосранный просто пангольер у которого шестиснетворца как у бабки четверки вражеской скоро будет они они могут просто фармить и все я уверен на экст игре не будет тинкера вообще вот если есть такая ставка я бы на это поставил ебать ему больно это он еще даже не активировал варпас если что скитер все кнопки вперед выкинул просто на на радан блядь бкб кстати скоро будет ну старается стараются здесь перед как-то свои шмотки добирать но я просто смотрю на твард бурды и немножко грустно у него сабли бкб на 18 что с ним делать вообще непонятно аспекта вообще 0 вопросов все-таки коллапс добил эту это ногу который его дефол все это время вот так вот должны были выйти забрать топ если бы у панга была бы нормальная игра ну типа на 10 минут раньше и было бы вообще другая игра то есть тут нет мира на бабки который нажмет смог там кого-то убьет нет коллапса на каком-то кентавре до который с дайгером пойдет кстати амар ахуена засканил если что они знают где они находятся фальконс сразу же тп-шки нажимают это байт а он бкб что ли а чё куда он пошел бля какая же хуйня сейчас только что была тамара у него бкб кд почему но он же их засканил это такой глупый фит так маурин увидел миру миру и холи локет бля коллапс буквально в соло и ходе выжим выжимает отсюда неужели будут пытаться его погать как-то ультимейт пока не нажимает крит мира я я рек рядом бля сейчас амар вообще нереально закинул он они знали что они здесь он типа байтил у него логика была такая за ним стоит нога которая типа слипнет и он не умрет у него бкб 15 секунд кд и и опять же он даже не ожидал что радан типа нажмет бкб чтобы его добить наверно такая логика и радан в итоге получает целый глейпнер после этого файта забирает еще шард для мира кстати пошли на рошана просто фальконс я смотрю на дэмэж от этого ульта конечно барадан собирается эту игру один здесь засолить вот что он скажу он реально собирается эту катку просто один здесь за свою алара у нас а пангалере просто чего-нибудь да сделать в этой игре бля если спирит выигрывает даже вот с такой игрой дениса ну попахивать 3-0 будет если честно так разменялись на кинга в мидера но если честно там по нетворцу не сильно они отстают так напали на миру миру на самом деле будут давить или нет боится боится у нас амар бежать но аккуратненько его здесь покают нажимает с эти бкб мира очень долго живет мира но нет уже конечно дальше никак да и заебал как будто бы нету 1 даже не идет файт хитр что-то тут попугал немножко хитр с айегисом с бкб ярик покает отлично так у ее калат да ладно сбила егис просто на халяву радан не летит все это время посмотрите как круто здесь перед играют просто опять скитр каждую игру отдает айегис просто на халяву нахуя чел что ты делаешь постоянно зачем ты бежишь за своя нам блять со своим билдом блять ебаным суппортским ты же не можешь его убить даже нет урона ты же просто шеку пауэршот кидаешь арканы даешь амару бля как он видит эти айегис и почему ему каждую игру егиса дают я не понимаю так сразу смог ларл надо хотя бы один ультимейт нажать заранее потому что у него слишком плохая игра пока без него реально спириты спасаются бкб вынужден скитр нажать отлично просто на халяву радан поклит ему бкбшку да ладно видит его видит его да ладно его видит еще закинет боже скитр дайгер ларл нажимает даблджам бля ну это база величайший период и его недооцениваешь он хорош он выигрывает турниры если он выигрывает турниры значит он не может плохим игроком быть это горю это полнометражный фильм как закинуть незакидываемое так пошел ульт открыта койл хороший на самом деле мир в диспозиции бкб сжимается тамара умирает моментально два суппорта команды спирит радану нужно уходить лару если есть какое-то тп нет никакого тп нет да ладно радан на развороте дерется охуеть бкб тп он мог бы в топ кстати улететь но почти сдох еще и что коллапс умрет тоже это было бы хотя у него был стон отрегенивается коллапс поживет еще какое-то время но допиздит его по любому известно всем как дважды два толпой угасят даже льва самая большая проблема в том что они пошли на вражеский дерзатель причем они засканили они засканили что здесь гирну что они готовы драться чил они засканили что они готовы драться и они решили пойти это просто просто плохое решение было мкб кстати появляется сейчас сейчас китру очень больно будет против такой лины он может выиграть эту игру соло на самом деле пиздец какой же я тора потный на хардкор вот и прям у него всегда так дохуя даже из хуевых игр он всегда умудряется выкарабкаться бля вот от него есть аура что он может пизделей дать вот когда он на хардкорах играет на ком-то тб типа ну каком-то герой который был просто пизды дать у него 19 200 так ли на привильт кстати можно попробовать можно попробовать подраться так если крlive-мир гвэп мир глейп мир глейп мир глейп мир глейпер хитар лебер застанет застанет застань бля он выиграет эту игру я не знаю он просто уверенно очень двигаемся понимаете это как боец это как боксеру ты видишь как он двоечки отрабатывает эту вещь что бля он очень уверенно двигается, что эти двоечки могут в ебальничек залететь. А когда ты видишь, как Скитера, то ты видишь то, что просто... Просто, просто бомж пьяный, блядь. Падает и кого-то рукой задевает. БКБ, кстати, у Коллапса и 20-й тоже. Получает уже на Квул Спрей талант. Бан, на самом деле, у Спирит пиздец тайминги. Так, ну... Ой, Родан без БКБ! Родан без БКБ! Это пиздец как важно! Если он сейчас умрет, это будет камбэк. Но Ира захилил его. Родан живет! Нужно бить Скитера, нужно бить Скитера, но все это время стоит в стане. Он не может никого бить. В итоге Коллапс пошел на Снэкинга. Пукает, пукает, пукает. Нажимает БКБ, добивает Снэкинга. Сразу же моментально слип заканчивается. Пытается улететь Крит, если есть чем сбить. Блядь, да где команда, нахуй? Ноль помощи. Ну ладно, у него БКБ был ЛКД. Он, наверное, не ожидал, что его здесь могут, конечно, просто... Я пока не вижу импакт тинкера. Я не знаю, вы видите импакт тинкера? У него была идеальная игра, 2-0. Он умер 4 раза подряд. Где имбовость этого героя? Мне кажется, имбовость этого героя, когда к нему никто не готов. Сейчас все понимают, что до нуля фаера никто в него не бежит, просто оверфармят его и все. А так как у тебя нет четверки, которая может поймать героя, ты просто спокойно можешь фармить нагло. Все эти матрицы пужатся просто нуликом. Так. Амар. Убивает миру. Коллапс. Ну его сложно убить. У него еще бустон, надо нажимать, но пока холдит. Надо нажимать. Мага, 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 бустон. Мне просто он нравится. Амар просто всех убил. Башер купил, чтобы, кстати, на лину садиться. Вот и проебали. Амар всех убил. Просто нету кетча никакого. Обычно кетчем занимается либо мир, либо коллапс. Им нечем в доту играть. Они не могут смог нажать нормально и так далее. У них нет возможности построить файт. В смысле здесь на тикер? Да вы не... Я не знаю. Я не знаю, как еще объяснить. Мне кажется, я уже 10 тысяч аргументов привел, что концепция драфта ломается. Полностью. Успелит. Мира другие задачи выполняет в команде, чтобы они побеждали. Им тяжело играть. Они могут играть, но им тяжело играть. Зачем им самим себе усложнять жизнь? Так, байбэк открыта. Сейчас будут на развороте драться у нас фальканс. Нужно Родану как-то... Хотя у него на самом деле есть сатаник. Попробует подраться Родану. У нас один на один с Амаром. Амар башер не проходит. Мы такие БКБ на БКБ разбежались. Коллапс берется со скитером. Родан больше без БКБ. Маурина пытаются... Ну, опять же, вот как его поймать? Как его не... Уже никак его не поймать. Коллапс остался один. Есть третий спелл бустон. Нужно нажимать третий спелл бустон. Так, по какое-то время похилился. У нас коллапс. Нужно ему помочь. Просто один... Шакалы ебаные, блядь. И Ларл в это время еще... А, Ларл уже давно откис. Ну ладно, добили хотя бы. Добили. Да, конечно, они могут даже так выиграть. Но это не значит, что это, типа... Пиздаты для них герои. Может из-за того, что башни выпало. Козапитого это было. Ларл. Крутит ульт. Ларл. Проехал. Бля, у Дэна уже даже шмотки спиздили после такой игры на пангу. Ну, потихонечку хамбэкает пангалер, если честно. Вот без шуток. Потихонечку хамбэкает. Уже и стяганим. Потом уже какую-то манту, да, там докупит еще что-то. Так, подставляется Мира. Мира с баем. Коллапс рядом. Так, вот, опять. Ну, блядь. Ну, он успел БКБ нажать. И в итоге это не получилось. Хотя, на самом деле, он из-за этого не сядет. Он из-за этого не сядет на Лину. Ну, вот, опять байбэк. А как зацепить? Радуан. Что за хуйня? Чтоб не расслаблялся. Выбили байбэк Миры. Ну, нечем зацепить. Хекс поставил Ларл. Пытается выкрутиться из этой ситуации кое-как. Да и они плотные, пиздец. Вон там бабка, 2300 хп. Блинк, форс. Грифс. Ебать, скитер поставился. А как? Как его можно зацепить? А он с лотарой его зацепил. Бля, год. Голод. Просто голод. Вот реально чел. Просто вот, блядь, я не могу представить, чтобы Сайка так сделал. Чтоб Сайка, блядь, взял. Лотар сам в соло пошел. Заскаутил скил Лины. Ой, на Лине в ВРке. Когда Рошан резается. Только им, конечно, не повезло. Рошан через минуту только был. Блядь, если на Радана сядут, его убьют. Но у него есть байбэк. У него есть байбэк. Есть байбэк еще у Панга и у Свена. Но нет байбэка у Бриста. Бристу нельзя подставляться. Брист Сию купил. Блядь, они на вражеском варде стоят. Ебать. Видят, видят, видят скитера. Мепошка. Нажимает варкрай. Паш, покатился Денис. Денис, Денис. Нужно убить Амару, но никто не продлил. Блядь, боже, как же больно. Ярик и Ярик выкупаются. Очень больно, очень больно Амару. Пробивает его Радан, 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 Радан. Добить, 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 добить. Ну, блядь, ну как? Ну, не видят, не видят его. Коллапс. Отлично. Убивает. Есть Байбек. Пока не нажимает. Мепошка после Байбека умирает. Скитер без ультимейта. Лару прыгает. Нужно быть аккуратным. 60 у него ролл. Коллапс пошел. Просто кошмарить нахуй этих ебаных орков. Скитер. Нужно нажимать. Нет. Печеньку ему дать. Макупается Амар. Как же больно. Радан, Радан. Радан, Раданович. Радан, Родионович. Газманович, блядь. Сейчас его будут съедать. Амар. Амар далеко. Амар топ. Амар летит на бомпост. Амар только здесь. Нажимается сатаник. Амар ждет позицию. Не видит пока что Радана. Радан в инвизе. В это время все пак развлекает. У нас здесь мир. У мира пытается отойти. Радан под себя стан. Амар. Отбегает. Очень Радану может быть больно. У него есть Байбек. Он пытается один БС Ворлд драться. Но его притянули. И скади работает. Как я и говорю. У Лина за секунду умерла. Есть Байбек. Без Байбека умирает. Брода боже коллапс. Легенда ебаная. Блять. Но пытаются Сапу уйти. В это время очень сильно кошмарит. У нас бэклайн Маурин. Но урона от него нет. Он так чисто немножко под пиво. Их пытается просто спугнуть. Охуеть. Байбек нажимает на Лине. Он в лотаре. Видят его. Они вон без Байбека. Скитер. Шарт. Нужно помочь Денису как-нибудь. Радан. Байбек. Ай-яй-яй. Сатаника сжараться. Ладно, еще не выиграли. Коллапс. Видит Маурина. Нужно его как-то поймать. Денис, что по хиксу? Апнут Юл делай Денис. Нужно отпушить линии. Блять, это гений на керри. Это гений на керри. Это гений на керри играет. Понимаете, блять? Один из трех, блять, поколения чудес, блять. Поле чудес, блять. Какие же яйца у него здоровые, сука. Просто здоровенные. Все, начинает бить Рошана. У нас команда Рейдзиан засканила. Прилетает Маурина. Пошла Арба. Он Дайгер покупает на линии, чтобы позицию держать. Пошла Арба. Будет пытаться воровать Аегис. Коллапс. Должен показать Маурина. Маурина показывает. Родан бежит. А у Маурина-то? А Маурина-то может умереть? Стант? Нет, он играется с ними. Сука, как же он играется с ними? Но в это время это все герои мертвые. Микошка прилетает. Нельзя ему отдать спиздить Аегис. Нужно ему не дать этого сделать. Он пошел скипать пачку. Ларл, нужно Хекс брать. Денис, что летит? Блядь, Хекс летит. Боже мой. Блядь, кто бы что на Дэна не пиздил. Он умнейший игрок. Он понимает, что нужно. Он нажимает сам себе смок. Он сейчас будет искать его. А чем сбить? А чем сбить? Нулика можно сбить? Блядь. Вот он понимает, что у него на керри, блядь, челу играет, который всех убьет. Все, что нужно сделать, это просто законтролить. Просто законтролить. И все. Дать, дать просто ебаного дизейбла. Охуенная игра. Вот ради таких игр можно говница посмотреть там. Блядь, если он... Ну он с гемом, ну как он его застанет? Ну это пиздец. Это на лоха вообще. Релакс. Бля, пиздец, конечно, фальконы таксисты. Но от этого и интереснее смотреть. Мага написал им, что еще не вечер. Мага уверен, что он их отпиздошит в плите просто этой палкой нахуй огромной своей. Так, смок нажимает у нас спириты. Под конец Айегиса. Ай-яй-яй-яй. Могут сейчас найти у нас Амара. Амара найти. Видит Амара, блинкается. У нас просто Радан на Амара. Амар пытается как бы эту палку сделать, и он улетает. А почему Радан это делает? Почему не другие герои? Почему, блин, Хекс, например, не нажимает Пангольер? Почему они идут в смоке без Пангольера, который Хекс купил, чтобы героев ловить? Я не понимаю. Так. Пошел вперед коллапс. Вышел в итоге с Радан. У него есть Айегис. Ему моментально его выбивают. Ой-ой-ой-ой. Коллапс. Есть у него, если что, еще будет стоун. Радан встает. Радану больно. Радан переложил БКБ. Очень нужно аккуратно здесь играть с Пиритом. Нажимается второй рефрешер. Второй клуб после рефрешера. Нужно подсевить. У нас Радан. Радан БКБ. Радан БКБ нажимает. Ой-ой-ой. Сатаник. Сатаник пытается отжираться. Но его сейчас будет драться с ним. Амара-амара-амара-амара-амара-амара-амара. Блядь, нахуеть. Как же хилит много эта хуета. На кик просто выхилил на максимум. У нас Амара. Скитер, Скитер. Пытается под сатаником жить. Куда ты бежишь? Лепко, блядь. Ёбаный в рот. Просто фидит нереально. У нас ВР-ка вбегает в пятерых. Просто теряет, наху. Просто в какой-то он иллюзии живет. Что он супер керри, который может сделать рампейдж. Но забывает, что он покупает каждую игру Арканы. Чтобы дать на Кингу маны на линии. Но пока Скитер дает шансы, я вам так скажу. Пока Скитер дает шансы. Ну понятно? Может быть не в пак, а может быть в кого-то другого. Ой-ой-ой, да ладно. Неужели Легенда играет? Бля, ну рано, Родан. Рано, рано. Глепнер, Глепнер. Бля, он мог его убить. Он мог его убить. Станк никуда, пожалуйста. Сука, блядь, Родан Легенда. Просто в соло. Просто всех убивает в соло, блядь. Так, там в миде коллапс. Кошмарит, БКБ нажал. Ай-яй-яй-яй. Нужно быть аккуратным. Нужно быть аккуратным. Коллапс. Бля, просто голод. Просто голод играет на линии. Год 2024, нахуй. Вот это реально дифференс. Вот это реально дифференс просто. Так, БКБ покупает Лару. Бегут вперед. Скитерок! Бля, просто стабильно хуёвый. Вот то, что нужно, блядь, когда на спирит ставишь. Просто, чтобы он сделал свою стабильно хуёвую работу. И всё. Бля, вот респект Дэну за билд. Билд идеальный, нахуй. Вот это вот называется играть не по шаблону, понимаете? Анти-грейшарк. Так, коллапс. Амару выкопнуть БКБшечку. Нажимается слип. Ой-ой-ой, нажал БКБ заранее коллапс. А есть ли урон? Нет, как будто бы урона нет. Хотя пошёл пуки-пуки-пуки-пуки. Не хватает урона на Снекинга. В это время Лару, блядь, Дэн, ну как ты фидиш нахуй? Ёбаный насос, блядь. Это пизда. 15 секунд в эрке, нужно быть аккуратным. Да, надо выйти, пацаны, ну у вас сдох мидер. Выйти, 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 выйти. Бля, Родан звучит как какой-то немецкий офицер, знаете, такой жроский, который может прям, ну, тебе просто какую-нибудь, блядь, палку в жопу ставить, если ему что-то не понравится. Типа, ай, цвайн, Родан. Или у меня, или у меня только такие вайбы. Главное, чтобы он эту палку вот с хитрую в дропу засунул. Бля, из-за фида Дэна они Рошана проебали. Бля, вот тут у Миры третий левел на тинкере. Вот он лейтгейм когда-нибудь играл на тинкере, где реально придут эти кнопки нажимать. Может быть, он все игры выигрывал, нажимая одну меку. А тут ему нахуй придется хекс, апнутый у, нажимать, блинк, держать позицию, шард. Надеюсь, он справится. Сколько дает компьютер? 50 на 50 компьютер дает. Он решил, ну нахуй, ребят, все эти ваши споры, я не знаю, кто здесь выиграет. 30-й у Лины. Ебать, Маурин, сейчас встреча будет. Нулик хекс? Нулик хекс? Нулик хекс, блядь, Лардана. Не верят, что ли? Ну у него Егис. Ну да, они боятся лишний раз. Отдают вард? Так, отдали вард. А что, надо было сразу драться тогда? Бля, Дэн, БКБ вынужден нажать. Вышел. Койл еще один, Дэн рвет его. Еще один Койл, Дэн рвет его. Так, два Кайла въебали, но в это время Калапс танчит. Нет второй ульты, кстати, у бабки просто ебанутый какой-то пулемет. Нахуй, блядь, Швайнштангер, нахуй залетает. Лару катится. Лару очень больно. Лару просто сейчас обоссуд, но он успел хекс сдать бабки. Ну какого-то дэмэджа не получилось сдать по фальконом. Они позицию держат, в итоге выходят. Ух ты ж, блядь. Это пиздец, конечно. Блядь, игра хуёная. Так, терпеть нейтралки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Джайнс Ринг забрал Алина. Book of the Shadows коллапс берет. Блядь, коллапс играл в кастунку. Так, окей. Так, подойду. Сука, блядь, что с дотой? Может, Дэн, Лару катится. Пока катится, его стреляет скитер, Радан. Так, пошел слип. Дэн выкатывается. Вышли, вышли, спирит. Никого не убили. Так, что в итоге взяли? Пират шляпа укрита. Блядь, крит переоденется, всех убьет. Я вам отвечаю. Скитер, Джайнс Ринг. И Амар взял Миррошил, чтобы хекс не поймать. Випочка. Так, нихуя, Лару все здоровы. Джайнс Рингена выбивали. Хортс Бутс и Тинкера. Ой-ой-ой-ой, там на Дэна напали, Дэн. ВКБ. Просто секунду умер, у него есть байбэк, Радан рядом. Нужно как-то убить Амара, но нечем зацепить. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Тут нужно быть очень аккуратными. Скитер. Нету детекшена, что ли? Он увидел Скитера, Радан увидел Скитера. Маурин нажимает рефрешер, нужно Радану как-то помочь. Он напал на Бабку, Бабку быстренько вырезал. У нас Радан в бэклайне, но он один остался буквально дураться. Один в С-Ворлд, нажимается слип. Бабка с байбэком. Нужно помочь, нужно помочь. Как-то Радану он один. Ой, как же они бегут от него? Они просто ссутся нахуй от Радана. Ларл выкупился, тоже катится, но никого не нашел. Может быть попробует Амара? Нет, не видит, куда он убежал. Но вы убили байбэк на самом деле с Ларла, как будто бы заебок. Пойдут ли Спирид сейчас что-то вообще за это забирать? Непонятно. Нет, Дот лежит. Рошан стоит, пятый. Радан уже начинает его бить. Нужно перекладывать Дайгер, забирать Эйгис. Или Ларлу отдадут. Бля, он пытается спиздить, он пытается спиздить. Ларл забирает. Окей, Ларл молодец, заебрала Эйгис, нужно драться. Так, в итоге Сын Кинга быстренько добить. Если что-то, он нажимает иллюзии. Ларл раскастовывает ультимейт, поехал нахуй просто на своем джипе. Блядь, в это время Амар просто бьет Т4, нужно ему что-нибудь сделать. Он выйдет, он просто выйдет, но это же просто несправедливо будет. Если он просто выйдет, нажимается Кекс, но Кекс поздно. Сейчас БКБ закончится, нужно его дизеблить, отлично. Амар просто закидывает, но уже успели забрать Рошана, есть байбэк. В это время коллапс остался один, Буковзешедус одна секунда. Он нажимает Буковзешедус, как же очень много живет здесь коллапс и выигрывает времени. Скитер просто не наносит урона ему больше. Отличный момент для Спирит, забирают Айгис на Ларле без байбэка. И в итоге убивают Амара. Сейчас можно распушивать линии и пойти что-то попробовать зафорсить. Амар снес 2 Т4, голый трон. Тут нужно быть аккуратным, на самом деле одна ошибка и он уже может забагдорить. Бля, ну они как будто бы даже не успеют до ХГ дойти, потому что пачки скипнули. Хотя коллапс просто на похуй заходит. Плюс 585 просто, просто нахуй без шансов убивают эти бараки. Багдор там даже не успел включиться. Так, окей, мид добьют. Бруда не захочет выкупаться на последней секунде, я уверен. Нажимают Родан и Хекс. Родан просто выходит. Если что, есть апнутый Улл, Скитер пошел куда-то вообще не туда. Можно попробовать его убить, наказать за это. Коллапс очень больно, нажимается Хилл. Так, пошел апнутый Улл, Денис порвал у нас Койл. Денису больно, Денису нужно выйти, Денис просто выходит. Так, Родан остался здесь, со снэкиком дерется. Еще один Кекс получает, одна секунда до бруды. Нажимают ему буквы за Шезус, Родан выходит. У него есть рефрешер, если что, он может его переложить. В итоге просто отфорцили его, вышли. Окей, забрали мид, Мир и очень больно Мир его форсовывается. Нужно ему помочь тоже. Будет драка здесь. Ой, Родан, а Родан нападает, Амар. Нужно убить Амара, 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 играет, но выпили байбэк у бруды, это отлично, все-таки разменяли байбэк Лины на бруду, это не так хуёво, в топе пачка, но если что отпушит тинкер, 23 тысячи преимущество, нажимает смайлики у нас Маурин, походу очень фаново ему это играть, он купил рапир, у него очень много урона под Койл, нужно быть очень аккуратным, вообще зафокусить, если что, ай-яй-яй, да ладно, хотят зафокусить Крита, пошел Хекс, Крит моментально умирает, Крит с байбэка, моментально его нажимает, Ларл, нужно выкатиться, нужно выйти немножко, ой-ёй, Койл, Койл, Койл дождит у нас Родан и бегает вокруг, так, Скитера видно, Скитер, держит позицию, Родан хочет закончить игру, но у тебя же нету байбэка, Скитер, ой, Родан, да нет, бля, точнее, Родан, у тебя же нет байбэка, ебать, какие яйца у него, он не боится проиграть игру прямо здесь и сейчас, охренеть, что происходит, Хексит у нас Лину, Лина стоит, её притягивает, Амар пытается полностью дать урон мне, ой-ёй, Лине очень больно, Лина умирает без байбэка, Коллапс остаётся один, это очень прям, конечно, пиздец какой, блядь, авантюрный мув был, добить Амара, Амара форсует слип от Наги, он просто выхилил весь урон, который нанёс Коллапс, ну, непонятно, куда бежали, Спирит, неужели нервы сдали или они готовы, Ларлу даётся боку за Шедл, здесь же Шекл, на Мипошку, Мипошке очень больно, Мипошке нужно помочь, Миру нашли, Мире, Миру, Миру, защитить как-нибудь, кто-нибудь, но они не могут, они просто их катят по одному, в итоге Крит без байбэка, но Коллапс не может один всех убить, у него кончается боку за Шедлз, она через 3 секунды сейчас будет просто один Вейс Ворлд, Ларлу пытается выйти как-то, у него нужно ему помочь, нажимает боку за Шедлз, ему Коллапс, Боже, Мага, потрясающая игра, после байбэка прилетает Мира, Мира пытается жить, ну, как кого-то хотя бы добить, Скинкинг опять на форсбуцах выходит, в итоге просто кайтят львы, сука, блядь, только толпой, вы можете пиздить, гниды, блядь, Коллапс бежит, Коллапс просто один Вейс Ворлд, с книга, одна секунда, он будет просто драться до конца, они не могут его исчезать, он просто щелит их, бежит за Критом, Абисом не может дать, Крит выпрыгивает, будешь до конца бежать, рефреш, аж, чтобы нажать форс-тап, опять нажимается книга, у него есть 3-й спелл, нажимает 3-й спелл по вкусу, он бежит до конца, а мы, чё? он выкупается? А чтобы отдефать трон, я понял, он специально умер, чтобы отдефать трон, потому что нет ни одного байбэка у Спиритов, он просто смеется с этой хуйней, 1-1-1-1-1 пишет, они просто трон сломают, всё, Амар забежал в трон, это имбайт, они контриться, всё, никто не будет с ним драться, и всё, никто не будет с ним драться, все будут просто заканчивать игру, бля, это очень странный мувбот, Родана без байбэка пойти в трон, я не понимаю, просто заебало играть, заебало играть эту игру, в чём прикол? Ну, у него нету, типа, возможности так бить трон, но он не может это делать, просто не может. Так, я тут. Давно я дорожечку не доставал. О, видите? Тинкера нет в первой стадии, и они добрали нормальных героев сразу, и причём Снэпфайр Кент, как я и говорил, прям слово в слово, одни и те же выводы. Блеф на Тинкера не увенчался успехом. Надеюсь, я проснусь на дорожечке, а то меня уже рубить начинает. Блин, ну я бы на самом деле точно бы оставлял Вайпера 3, даже несмотря на Мирану. Да почему это происходит, я не понимаю. Подождите, а кто у них керри, типа Фурион и Бэтмид? Да, походу Фурион керри от Скиттера, нихуя. Ну это какая-то заготовка. Он вообще играл в хоть одну игру? Одна игра проёб. Ещё и ММ проебал два дня назад. Но так как они первую выиграли, он решил, что сыграет. Квапа керри ДК Вайпера и Мирана 4 и пятёрка получается Снэпка под ДК. Бля, ну квапа всегда, конечно, контрила бета. Всегда. Хорошая игра для копы. Бррррр. Нет, пятёрка Мирана в итоге. Они пойдут Кент снэпка, чтобы сильной линии выебивать против Фуриона, Мирана Я не знаю, короче. Я буду в Фалькон верить. Хотя, я считаю, что вайпер 3-ка плохой герой. Ну вот. А вот вы когда спамите, чтоб я чат чекнул, вы хотите, типа, Какую реакцию? То есть я увидел, что он написал пиписька И я должен такой Или как? То есть какую реакцию вы ждете Бля, это имбалансный аспект Это имбалансный аспект Кстати, Маури на Бэти Это легенда вообще У него не просто так 30 бет Это скрытая давняя его сигна На которую он очень много играл Ну пока вообще Вот вторую игру подряд Мид дифференс ебанучше происходит вообще Прям ебанучше Причем Дэн еще почему-то не блочит из-под Т3 Но он вообще как будто бы не понимает матчапы Я не знаю, нормально Потому что очень важно против этого матчапа блочить Убивает Амара у нас же здесь Ну ДК сложно будет стоять здесь Еще и с Мираной Типа, когда он еще третий получит на вайпере Это прям вообще будет тяжело Ебать, он его в соло убил под вартип Охуеть Просто на четверки пришел Запиздошил его в лесу Он, кстати, пиздец занаглел Пошел по хп от вышки Получить потерял Он, кстати, его так жестко выебил в миде Что он получил шестой раньше А сейчас просто закинул очень сильно Знаете, вообще, кстати, людей, которые думают своей головой Их настолько мало Это вот прям то, чего невозможно в современном мире просто найти Очень-очень тяжело на линиях за спиритом Если бы еще Маури не закинул Было бы вообще прям чики-пуки у них Так Сейчас буду драться за руну мудрости Притягивает Снэйкинг у нас руну Есть фиссура Нажимается Забирает руну спокойно крит А в боте Нет, мемпошка все-таки в боте забрал руну У нее слип И телепорт Ну он зафортит просто его тп-шку нажать Кстати, может даже убить Не, не хватит стороны А хотя он прилетел на Т1 Он умрет А почему не на базу? Охуеть, в него же ульт летел Бля, какой факап Очень странно эта игра от Ярика Продан левел ч... Ебать, это что? Блядь, это Мом? Первый ш... Блядь, вот это знаете, когда у вас дабл керри И один руиниц пошел в лес Вот Вот это та самая ситуация вообще Класса в итоге тоже запинались здесь втроем Ну а что, типа Он стоит один на вайпере Ему помогать не надо Не, Ваурон пошел все-таки Просто Ваурон Блядь, это пиздец выглядит скрыто-польно вообще Но Тут по факту все Ему нужно камбэкать И он старается купить Мом И фармить максимально быстро лес Кстати, сейчас попробует Амара наказать сквопой У нее ульт откатился Бегут на него Так, Амар Мепошка Ой, тут 4 человека Просто если умрет за это Ятора То это... Но он умрет Да, убьют Амара, но... Ой, блядь, еще умирает Мира от ульты Фуриона Жесть Ну у него когда-то было ТП На самом деле он бы мог прилететь еще и Мирану убить И уже вышку потом сломать Ну очень все плохо, конечно Команды Спилит Пока их просто очень сильно овнет Им нужен был просто какой-то ответ Против вайпера на тройку Блин, как же с этим новым аспектом Башня быстро падает от бета, да? Это вообще жесть Фессура Лассо И спокойно кильчик делают у нас ребята из Фальканс Да, грустновато Грустновато Ну вообще в целом сейчас он апнет форму И как-нибудь-то он уж точно комбэкнет Герой фармит очень быстро Как ни крути С этим не стоит как бы... С этим стоит считаться А нет, почти готовы А, не, готовы Так, на коллапсу нападение Скитер Убивает его просто уже ультузель Ну тут будет Мека, тут не умрет никак вообще у нас Скитер А вот Лару, кстати, может откинуться Хотя, нечем продлить И Лару сейчас выйдет просто Больно ему очень сильно Побегут за ним до конца Так, летит Фурион Да, Лару очень больно Он выможет нажать на скитер ультимейт Скитер в итоге убивает его И просто делает тэп-аут Ай-яй-яй-яй-яй Не хватило в мире урона В итоге здесь умрет мир за эту попытку Да, очень тяжело Ну просто нечем играть в доту После лейнинга Просто нечем Очень сильно овердрафтнули ДК комбэкает на самом деле ДК очень хорошо комбэкает Вот у него уже на самом деле 4К И дальше будет только сильнее разгоняться Так как пассивочка уже в 4 есть Форма есть Сейчас в топе еще прокачает это все А тос делает копа Чего? Хуй узнает, что это такое Первый раз такое вижу Типа бет летит Ты его отосишь и живешь Может тогда лучше Ливнуть? Не знаю, короче Сетап под стрелу Да у него куча сетапов под стрелу Рита выходит Есть детекш Ой, есть вижен на него Родан Есть стан под стрелу Пошла стрела Летят, кстати, сейвить его Есть, ну не успеет Умирает здесь крит Полетел, кстати Будет ли я оставлять их? Да-да-да-да-да Летит, летит Ну блин, мне пошку не поймать У него лип Он просто выпрыгивает и выходит, да Помигал, кстати, на вард Да Ломает Снекинг Десопс Смарт, пишет Амар Че там произошло? А-а-а Его Амар хотел убить на кенте А он вышел И в итоге он им написал Смарт А он просто ауры на крипах увидел Ебать, красавец вообще Ой, он его оттолкнул от печеньки Пиздец Красавец, красавец мага Такие вещи чекает Это очень прям большой респект ему Умрет, кстати, здесь у нас Снекинг Но зато подсейвили Маурина Который здесь прям очень агрессивно играл Крит заходит Дайгера еще нету Видит его на варде Активочка имеется Пошел, кстати, Атос Ну, не особо-то он прям порешал Есть Эхо на самом деле Ларла можно за это убить Ларл Ой-ой Какая хорошая мега Крит дожит буквально все Ну не хватает урона Просто супер камбэк на самом деле Здесь от Спирит Ну не прям чтоб супер Но Это в любом случае 2 килла Если бы они здесь 0 разменялись Это было бы прям очень плохо Да нет ДК фармит очень быстро И скоро он уже, мне кажется, даже фурион обгонит Бля, я тоже в этом плане игрок, знаете, такой Которому ты веришь То есть вообще После предыдущей игры на линии Я понимаю, что Как бы у него не было хуёво У него будет огромный винтворс И он будет просто пиздецки полезным в игре Ну ставит пайп у нас дальше Вайпер Понимаешь, что после грифсов пайп зебись Так В итоге убили крита Опять же сработал смок у нас Ну вот Атос, кстати, под стрелу Все-таки работает Я теперь понял Я теперь понял, в чём логика была Хотя, мне кажется, они бы его так убили за печенье Если бы хотели Ну логику понятно Ну то, что он, типа, будет срукировать кликать с Глейбнером Так, Амар нападает на него А чё, Ларла на самом деле сейчас можно просто убить Есть Мека Меку ещё не нажимают Ну ой, ну что-то странное здесь делают Он ещё до конца Меку, смотрите, не жмёт Он байтит коллапс Оставаться рядом с ним До конца не жмёт Меку Просто выживает Нет, не выживает Родан его добивает Но это минус 5 Это 5 в 1 Начинают спамить здесь у нас Пятюнички, ребята Испальком Да-ээм Да не, ну, блядь Ну это не побеждает Ну, типа, что он Собирается с руки бить в левый драфт Клопа в моём понимании Это Очень от лейнинга зависимый герой И сноуболится он должен обязательно Ну, либо догон надо на ней реально брать И прям качаться как-то больших крипов Этим догоном убивать Скипать линии Ну, тогда ты должен играть исключительно в игру, где тебя невозможно поймать Потому что иначе непонятно То есть у тебя есть два варианта Вот игры на клопе Это Либо ты точно признаешь, что ты придёшь Выбишь линию Ты будешь огромной из-за этого Будешь сноуболиться Либо ты точно знаешь, что тебя невозможно поймать И ты будешь просто огромным Потому что ты будешь скипать линии А тут не то, не то Здесь дохуя кач еще просто на клопу Просто пиздец тяжелая игра для нее Файти не поживешь Линию ты не выиграл, типа, тоже Так, слип Опять Вот про это я говорил Вот насколько, блядь, нага пятерка, имба Прилетает Ой-ой-ой, скитер сейчас может дать охуенный на самом деле глейпер Ой, он решил убить Ларла Ну, я бы не думал, что Хотя тут Родана просто без шансов Амар сам затыкал Коллапса кайтит Да, тут даже на самом деле неважно, если честно Еще и Ларла поймали, если чем продлить Ой, шейкер попадает Эхо, добьет ли Ларла? Нет, он в итоге на самом деле почему-то, кстати, бочка Добьет один стак Бочка хилит Т4 Нет, Т4 не дохилила Без шансов абсолютно фальконы Переезжают 27 минуточка от них Да Здесь на драфте, конечно, все прям очень-очень грустно Надо, знаете, что с пиритом делать? Им нужно делать выводы с игры А вывод с игры должен быть такой Что нага пять реально мешает Нага пять реально мешает И на нагу пять надо реально потратить бан И не жадничать Да, не хилит он? Ой, бля А че за хуйня? Как он потерял все хп? Или ему 600 хп ульт дал? А не, делюга ебанула 280 А там 280 на четвертом, да? 338 даже Жестко А это с талантом, да? Да, это с талантом Без делюга дамажит Хилит без шарда в 737 А, ну, серьезно? Я даже не знал Мой бед Родана поймали Ща посчитаем Увеличивает восстановление здоровья От этой способности 6-8-10 А без шарда 2-4-6 Я не знал Тогда этот герой вообще пиздец какой сильный Делюгу посмотрите сколько раз апали Длительность увеличили Скорость передвижения теперь добавили Сопротивление эффекта до 35 Перезарядку пофиксили на 3 на последнем Расход маны уменьшили Увеличили урон Увеличили сопротивление эффекта И каждый Вот просто Посмотрите Разраб Я придумал хуйню Пока вы не будете это пикать И пока это не станет им бой Я буду это апать Пока вы не обосретесь Как будто в лесной кинга создан Маурин Видит Родан Родан только из таверны, если что Хаги пойдут 50 секунд нет бая Ну Спириты не хуже играют Спириты хуже пикуют Фальконы намного лучше готовы Они не банят им в первой стадии тинкеры Из-за этого у них появляется лишний бан Из-за этого комфортных героев Спириты не могут раздрафтить У них ломается вся структура С которой они дошли до гранд финала Фальконы добавляют вот эту нагу себе Которая пиздец как прям Идеальный им драфт ложится И они от нее строить могут много чего Плюс она флексится на керри Ну номинально Хотя скорее всего Они ее всегда на 5 оставят Потому что она просто сильнее Вот Просто спиритам нужно провести работу Так стратегическую просто И все На первой стадии Так как у них первая стадия намного слабее Они до финала дошли Свои ничего и скорпионам И комфортными другими героями Им нужно найти просто Ну им во-первых нужно забанить нагу Тоже считать так Тут последний файт Ну тут нажимается Кримсон Пайп Здесь нет дэмэджа у команды Да Арту 23 тысячи преимущества ЛГГ пишет коллапс Можно уже найти Опять же это работа тренера Ну то есть Понимаете в чем прикол Типа условно Вот я не смотрю Вот кто вчера смотрел мой стрим Вы же видели прекрасно Я не смотрел турнир Я зашел в игру Бэтбум против спирит Я провел Три секунды аналитики Чтобы понять Что спирит не играет тинкером Что это ебаный блеф По какой причине Каждая ебаная команда На турнире Банит им тинкера Да блять Потому что все ебаные боты Блять Ну да окей Ауи 2000 Молодец Он к этому пришел Он его перестанел банить Но объективно блять Посмотрите как драфтят Блять топовые команды Сидят бэтбум Сидят блять Просто все остальные Банит им тинкера В первой стадии Блять челам Которые не играют тинкером Не играют они блять У Мипошки 14 игр на тинкере Минусовой винрейт А Мира блять Вообще на нем Третий левел дота плюс имеет Плюс это всю концепцию Команды спирит ломает Но из-за этого Они тратят бан в первой стадии И из-за этого Посмотрите Каждая игра спирит У них конча в каждой игре У них в каждой игре Там вот этот скорпион Вот они играют там С драгонайтом Добирают Ну вот здесь конечно Они типа взяли Тот же самый драфт Якобы Якобы Но на самом деле Они этого ДК Пофлексили намного лучше Потому что они добрали ТБ Но прикол то в том Что фальконс то уже это знают И вот в этой игре Они просто понимают Что они к этому готовы Пофлексить от этого героя И все А спирит ничего не меняют В этом типа прикол Ну кстати вот с ДК У них хорошо получалось играть Но я уверен С ДК Я не смотрел эти игры Но скорее всего Там не я Тор на нем играл Потому что я Тор 0% Энеррейт на ДК Ну да Я Тор играл на Миране Ларр играл на ДК А здесь Здесь я Тор играл на ДК В ебали 1-4 А здесь Опять играл в Ару Ну он не выигрывает на ДК Он никогда на нем не выиграет Нахуй Ну типа Нужно понимать Ну как бы Вот это вроде супер мекро мелочи Но они пиздец решают И это то что должен видеть Свой тренер Тренер должен видеть На ком его игроки Пиздаты играют На ком его игроки Не умеют играть И он должен это Использовать Кунка тройка А Тамара Блин они берут просто Они лучше мета понимают Я не знаю У них свежее драфты очень А спирит пытается Повторять за фальконс И не в свой дот играют Вот мне не нравится Мирана Шейкер Первая стадия Вообще ШД Кунка Точно сильнее выглядит Чем Мирана Шейкер Ну мне не нравится Шталл спирит Вообще Хуйня какая-то Бруда Лина Я думал про Лину Но мне она не понравилась В снайпера Но они все равно ее взяли Ну концептуально Под клока Ты просто лучше кора Не найдешь Типа можно было Сыграть с вивером Но под клока Лина просто лучше Он просто больше дэмэжа делает Бля я смотрю на драфт Фальконс Пика не было Но им нужен герой Который добирается До снайпера Берешь скитера на линии Я не верю в скитера Но они без него победят Вот такое Такое я уже видел много раз А почему опять бета Например не взять Бля не знаю Мне очень нравится Пик фалькон Очень сбалансированный Выглядит Только я не понимаю Пока успели Типа кто куда Ну охуенно Внизу выглядит Вообще Как будто бы Это Мирана Керри И Тускар 5 Шейкер пойдет мид Снайпер четверка Им нужно добрать Милюшную тройку Потому что я бы не ставил Снайпера в праймл Бестамид А Шейкер охуенно У него стоит Да и они добирают Слардара Как раз таки Контрпиклины Бля охуенно на самом деле Что Слардара добрали Слардар Мирана Могут такого Дэмэджа раздать Не знаю Оба драфта хорошие Слардар Контрпиклины Ебанутые Если что вообще Для Мираны Тоже охуенная игра Плюс она под Под Токтиму С С Тусиком Легдей Бля Бать забавно Кстати аспект называется Охуенно Я даже не знал что Круто Я считаю что еще В боте могут Короче в боте Очень будет важно Как постоит Кунка С ШД Шейкер мид Сейчас имба Он играет конечно В клока Но после аганима Ему будет похуй Плюс у него Милишный матчап Он будет огромный В праймл беста стоять Мне нравится Пик Вот после того Как появился Слардар У них прям все Очень хорошо стало ПБ сделали Ай да ладно Не сделали Да не сделали А это вот этот аспект Который типа Инсташрапнель демэдж Да наносит Короче я считаю Что в этой игре Все будет зависеть от лени Если Слардар будет иметь Идеальную игру Чел за дар проебут Если у него будет Типа так себе все То все будет хорошо Ну в лейте Спирит выигрывает Ой он не добил кстати А знаете почему не добил Потому что первый спел Понерфили на 15 урона Бля ну Денис Ему 2 И 2 из 2 игр проебал Мит Ну я надеюсь на шейкер Это все нормально будет Да наверное я больше Фалькон сферы Ребята я хз То есть ты раньше Просто с тотема Пол ебала Отрывал любого крипа ДНО А теперь ты еще И этим аспектом Просто долб урон наносишь А ну вот и фб А ну не фб Точнее уже второй спел Хотя Есть танк Бил 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 Сто процентов Не уйдет Но это линов Слардара Мне кажется Это проблема Что они забыли Как будто бы об этой селедке Просто Да вот Реально вся игра На скитере И он играет в Слардара Я думаю он в целом Не самая потная лина В мире Но в Слардара Как будто грустнешка Очень важно Чтобы на кунке Была гамза Потому что он здесь Должен быть огромный С ауэрами Прям с этим Так нападают на него Кстати шейдэ далеко Отлично стал в пачку Амар Не боится ничего У него чейнмейл Пошел торрент Выбил сноубол И выходит спокойно Ярик Бля Амар конечно Вообще прям Очень-очень уверенно играет Приятно за таким наблюдать Да него Его хоть и пизданули Но на самом деле Кач у него в порядке Знаете я вот смотрю На эти линии Я не вижу прям Я не вижу прям проблемы Все равно у этого Селедки конечно Скиллом норм нетворст Но у него не так много денег У них все охуенно Я не знаю Кстати Дэн странно Почему-то не добил Спирит Так Руны мудрости Маурин с инвизом Ай-яй-яй Ловит нахуй Просто на червя Блядь Просто на червя ловит А чё? Ерик Ахахахаха Бля Бля Ерик Так аккуратно Знаете Это была Сцена Где он чувствовал Что Его скоро Придёт Пиздец И он такой Бля Точно Или нет Точно Или нет Он прям Чувствовал Бля Вчё Улки Хочет Ратить Эго Я не понимаю Что fear Что gev Ябаться А это так должно это работать? Так, коллапсов, тописный, кинг Убрет, да, умирает от мира Коллапса не добили, кстати Добили миру хотя бы Окей, неплохой размен С учетом того, что еще Тускар умер Так, крит, мипошка, есть сноубоу, радан Ультимейт, кстати, кд у него А зачем он? Это че, а зачем он выкинул прокаст Ускара, в который У него возможно прокастно попасть Вообще не понял, это умово есть еще Какой же праймал бездоровый перс? Бля, да потому что это просто моб из кастомки Кто не знает, типа, ой, не из кастомки А из ивента, который вальв сделали Что это было, хладрыжество какое-то, да? Кстати, охуенный ивент был И это был просто один из боссов, типа, которого ты должен был убить В какой-то момент, ну такой промежуточный Такой на два полигона сделанный А потом им говорят, где новый герой Где новый герой, где новый герой И они в итоге взяли и мобы и хуйнули просто из-за ивента Аганим, да, Аганим это был Офигенный ивент был, если че Мне очень нравился Я бы сейчас, вот если б вышел Аганим Был в невероятном счастье Вот так на Амара нападают 20 стиков у Амара Приходит еще Мира Нажимаются стики Надо бежать на... А че у нас ШД бежит? Он че-то от ШД убегает Ну слушайте, у Спирит все идеально У них сейчас будет блинк на шейкере А до блинка на шейкере Они ведут тысячу голды У них все круто на линиях Тот самый, на самом деле, кунка Про которого я говорил Ой-ой-ой-ой Ультимейт Летит Лина Лагуна Ларл Доблинка убили Ларла Плюс активка в топе Мипошка, кстати Нет, не умрет Здесь ребята побежали просто в другую сторону Хороший мув Убили шейкера Сбили ему дай... Ну у него идеальный тайминг Но не прям, что прям супер идеальный Снекингу был левел Очень важно хук здесь получить Опять же, пока Аганима нету шейкера Тебе нереально впадло играть в этого героя Решили закачать стаки Оставили мипошки на левел 6 мид Сейчас он, блин, качнет свой на стаки Кстати, на шейкере с новым аспектом Кайфово стаки качать Потому что взрываются эти крипы Бляд, вот Как будто бы он должен был ударить лоу хп Чтобы он полетел и дал всем урон Очень странно Может он не так много с этим аспектом играл? Хотя какая разница, играл он не играл Вот я тоже не играл Ну это вот очевидно просто Так, на Родана бегут Догонят ли его? Липов больше нету Маурин на фейзах Да, умрет здесь Родан 100% Нет смысла его лететь Прилетает Дайггер Кстати, Ларл спалил Дайггер Так, окей А, ну только Марта идет на самом деле Дефать мид Его на Варде А нет, он не на Варде Летит, охуеть А, не успел Ну нет, этого не зацепить Хотя Ну его еще сноубол есть Маурин до конца пойдет Надо останавливать Ну все, Ярик в итоге в одну В одну В одну сторону Просто вы Билетик себе прикупил Скитар Нету больше липов Да, Родан уже дальше не пойдет Но ульт нажал Бля, Мирану очень сильно апнули Она и до этого Как будто играбельной была А сейчас она прям 7.37 Ее прям сделали Хорошим формом На самом деле На Праймал Бистия в миде В целом мало игроков В доте 2 Ну вот он пиздец Хорошо Нашли крита Полетел он Забавно, кстати Что мне пушка катится До его трупа Который шейкер откинул Но реализации блинка Какие-никакие Произошли Теперь на самом деле Карта будет в страхе Кстати, Блэдмейл Кунка Решил приобрести до Аганима Линия вообще Я не знаю Не завидую абсолютно Потому что ей сейчас играть Максимально сложно будет Да Раскуривается смок Сканит Засканили Охуенный скан От команды Spirit И Лару просто делает Блинкаут Хорошая игра от Лару Хороший скан Да ладно Идут Идут на похуя Идут на похуях Ну бля Ну Тускар засейвит Тускар засейвит Это вообще Хук Мимо Лару Блинк Очень какой-то Странный файт От команды Falcons Сбивает им Ультимейт мира Бля Я не знаю Что Фальконы делают Какая-то руина От них почти лютая У них же С самого начала Вообще не получился Мув Зачем они продолжают Его делать Почему просто не выйти Очень странно Им нужно было Сразу выйти Прям вот сразу Вот прям было понятно Что вот Не получается Мув Ну а знаете Как будто бы Есть такое ощущение Что если уж ты нажал Нажмет третий Кстати под конец Есть Лапса попробовать убить Ебает просто Руки торчат Из-за деревьев Просто вот такая вот Хвостина такая лежит А если Ну ты просто Есть такая тема Я понимаю О чем речь Ты типа смог Нажал Пробежал И такой Бля Может если уж Нажали Но на самом деле Топовые команды Должны быть Хладнокровными И в такой момент Ну забивать Пизду Типа Ну вот прям видно Что челы готовы Челы под тауером Хуй ты нападешь на этого Либо пытаться С торрента нападать Как-то Вот Так Очередной смог Видит коллапса Бля Охуенный килл Глейбнер Промазал Ебать А что ты делаешь На линии Ты же можешь умереть Так Мепошка Ну блин На него все потратили И даже не убили Так его и не убьют Маурин Пытается выйти Ему 15-й нужно Чтоб дисплеерить метку Готовы здесь Раз и спирит что ли Коллапс понимает Что без БКБ Он не такой сильный А после БКБ Он будет прям пиздец Какой машиной для убийства 51% на фалькон Сдает компьютер Но мы знаем Что компьютер Не может написать Симфонию Или превратить Кусок холста В шедевр Так Маурин Не видно его Вот теперь он заходит Будут ли пытаться его фокусить Маурин Гладмейл Заранее нажал Нажимается ультимейт Охуенный на самом деле Момент Потому что коллапса Убить это супер важно Умирает Мепошка просто на рандом А нет Его Амар убил Через крипов А это потно Я даже перемотал бы Все Мира тоже умирает Ой-ой-ой Лару Какой хаслэм Хороший Но с хитр рядом Здесь убирает У нас Маурин Лару за это умрет Хотя не надо было Этого хаслэм давать Все уже в таверне Сейчас Родана тоже убьют Родан пытается Как-то забрать Амара За это время Родан выпрыгивает Амар может быть Какой-то торрент Потнейший Бля-а-а-ать Просто прекрасно Смотрите Или он Он А, он достал Вторым спеллом Да, он достал Вторым спеллом Бля, походу на Макс Рэндж Прям достал Бля, фальконы Конечно, охуенно Все делают Я не знаю Бля, я поверю Короче, в них Не знаю почему Как будто бы Мне просто как-то близко Бля, на 3-0 Такой лейт сильный Типа у Спирит И преимущество маленькое Но Бля, не знаю Короче Как-то вот они в целом Все в среднем Охуенно делают Но хотя я понимаю Что спокойно здесь Мирана может Зарейдкликать Подметку Слардара Слардар без БКБ Слабый, да Но с БКБ Будет очень сильный Бля, мага не фармит Вот он просто бегает И не фармит Шейкер большой Добрал Аганим Но до того, как у него Появится БКБ Будет огромный Трабл Если он просто попадет На крест какой-то Допустим И в него все Ой, Родан Встан Пошел Стрела на стрелу Здесь же Маурин Родан Нажимает лип В это время Убили Амара Но здесь хороший размен Здесь очень хороший размен Амара вообще на похуй Кстати, у Амара 60 голды Да, Ганима А что, кстати Спирит не собирается Рошана дефт Как я понимаю Да, просто дают на халяву И Да, сколько хорошо Фальконы понимают Свою силу Вот просто прилетает Пайк с Аганимом И они сразу колят Рошады Хотя здесь видно было Их на варде Но спириты просто Как будто бы Даже не думают о том Что они могут Рошана забрать Даже вот просто Не думают об этом Либо же, например, уверены Что пока у них БКБ не будет Типа они не смогут Принять файт Аегис на скитере Хочу сказать Что эту игру Он играет очень хорошо Без шуток Вот конкретно данную игру Он охуенно играет Но еще не вечер, правильно? Ну, Нетворс у него хороший У него 11 тысяч На слордаре Нетворса А, ему шарт упал Кстати Походу Мира за свои деньги Шарт взял Ох, ебать На, нахуй Помигал скитер Достанет? Достанет Кстати, прикольно, да? То, что Номинальный рейндж Глуднира намного больше И Кримсон покупает Амар И вторую Шиву Покупает Амар Но по-прежнему В этой игре Они спокойно могут победить У них слордара в блин У Мира на подметку Может таких басок Нахуясь Не стоит об этом забывать Так Мипошка Пытается выйти Но уже его Не отпустят Хотя Не, не отпустят Не отпустят Ребят здесь не хотят драться Так, чисто Писорку откинули На подсевить Кстати, миру могут убить Сейчас увидят его? Нет, не увидел Прям вообще Буквально секунду Ой, еще может Родана найти Нет, Родана выпрыгивает Аккуратно Нужно здесь играть В команде Spirit Любой пиков Это Пиздец проблема Для них будет На Кори Особенно Летит Он видит Он видит курицу Сейчас 3 секунды Будет лотар Он по курице Может его найти Уже колет ТП Скид Точнее Крит уже летит Видит Родана Пошел Так Ебать Мирокл Мирокл Да ты же видишь Что он ульт нажал Боже мой Ну ты же видишь Что он ульт нажал Ну ты же видишь Что он ульт нажал Да почему Меня дропает Всегда В это время В миде Всех убили А этот чел До сих пор Бежит Ладно Это кейры дифференс Кейры дифференс Кейры дифференс Кейры дифференс Скиттер просто Ебаный бот Вы после этого Все фанаты Скиттера У вас нет Аргументов Он просто Нахуй бот Он просто Бот Вот ничего Не сделать Он просто Ничего Не сделал Он просто Бот Вот и все Он не хуёвый, но он хуёвейший среди лучших. Ты каждый день так говоришь. Ну а ничего же не меняется, блядь. Я ж похвалю его, если я увижу, что он ебёт. Ну не меняется же ничего. Ну ничего я не могу сделать. Я же ничего не могу сделать. Ну чел нажимает манту, нажимает ульт, бьёт ШД 5 секунд. Да, он потратил стан. Ну нахуя ты лагуну даёшь в иллюзию? Почему ты нажимаешь глейпнер? Почему ты, блядь, всё в эту иллюзию нажимаешь? Ну ты что, вообще еблан? Ну у тебя уже ШД умирает за это. Ну ты же видишь, прям перед тобой чел в ульт нажал. Причём я уверен, что ещё ШД в это время орал. Меня убивают. Он ещё и стан промазал, да. Так, пушится Т2. 3000 преимущества. Да, фиданули, но как будто бы ребята по-прежнему понимают, что они суперсильные. Прилетает Кримсон, есть Шива. Есть Солар. Ой-ой-ой, видит Снэкинга. Видит, видит, видит Скиттер. Ой, Скиттер подставился просто. За секунду его взрывают. Ну всё, тут жопа, тут нужно бежать нахуй. Тут нужно ТП-ауты делать, вылетать, но носить ноги, Амар. Если надежда на Скиттера, значит надежды нет. Не стоит никогда забывать об этом. А я забываю. Вот я не знаю. Это очень тонкая грань. Когда ты понимаешь, что чел ненадежный, но у него суперсильная команда. И почему-то у тебя всегда есть ощущение, что они без него выиграют. Блядь, вот они без него выиграют. А чё он? Чё он, типа, дефолт не сделает какой-то? Бля, как он на Миране имеет надпорс, как у Лины? Я не понимаю, как нахуй это возможно? Блядь, у Скиттера, что ли, крипы меньше голды дают или что? Я не понимаю. И Фри Решан. Да им надо с драфт по-другому строить. Мне нравится драфт Фалькон, но я имею в виду, что концептуальный. Нужно драфт строить не на эту чел. И тогда будет всё нормально. Блядь, тяжело уже с этой ситуацией будет камбэкнуть, я так скажу. Очень тяжело. Нужно напасть первыми на Слардар и убить его. Так, Амар. Это, кстати, на самом деле не такой пиздатый файт для Спирит. Хотя там Аегис. Напали на Ларла. Ой-ой-ой-ой. Нужно как-то его добить, но он выходит просто. Выбивает мне пушку, не даёт ему кнопку. Но Скиттера-то не фокусит. Скиттера не фокусит. Коллапс нажимает БКБ, но понимает, что уже дальше не может идти. Ультимейт, КД, бегут за коллапсом. Но догнать его на самом деле здесь сложно. В итоге выходит Родан. Родан с Аегисом. Прыгает Маурин. Нету Шарда. Но, если что, готов здесь спелить ультимейт. Может быть, Миру хотя бы забрать Крит? Блинк ему летит только-только в курице. Пока что рано ещё... Далеко, точнее, вон ещё. Ой-ой-ой, и Шива, и Шива, и Шива. Да можно бежать за мир и не... Айть-ать-уть. Да, забегают. Отдают-отдают миру. Лара выходит. Лара линка, кстати. Если до Лины не добираются... Бля, ну я не считаю, что то, что сейчас заколю я Торы, это правильное действие. Нахуя идти в кунку? Ну, бля, вот с такими кнопками. Это самый худший таргет. Вам в идеале вот просто всё, что нужно для победы, это найти Лины. Всё. Просто найти Лины. Причём Слардар с Керасой, кстати, её просто, ну, так отхуячат вообще. Ой, на Варде стоит. Лина на Варде стоит. Нужно нападать. Успеют. Лину видят. Блядь, ну как же так? А где Слардар? У него... Так, Лина. Бегут за ней. Лину убьют. Хотя с... Лину убьют. Лину убьют. Даже если спрячут, убьют. Видят Лину. Но прыгнули не на неё, блядь. Опять идеальный файт для Фалькон, что ли? Так, нажимается Кримсон. На кого-то напасть хочется. Так, прыжок на Миру. Миру быстро убили. Мира умер. Пошёл Торрент. Корабль. Куда корабли, блядь? Вообще пиздец. Под Ромом у нас Амар находится. Нажимается, кстати, хороший кукшот. А если... Аегис... Да, одна секунда. Но подставился на Лине. Подставился на Лине. Блядь. Пытается выйти. Есть танк. Крит не может засейвить. Умирает в итоге Лина. Будут драться без него. Нажимается хороший Эхо Слэм. Хотя на самом деле не такой хороший. Потому что вообще, если что, урона нету. Родан встаёт. После Аегиса уже до этого время добили. У нас Шаду Демона догнали. Ларо остаётся здесь. Ну а как они здесь будут пытаться драться? У них все кнопки КД. Нажимает ультимейт клинку. Пизда, пизда. Сейчас просто запиздит их. Просто закайтит. Просто закайтит. Просто закайтит. Этого тоже закайтит. Ну как можно было так на Лине подставиться? Куда он бежит? Бля, он не чувствует. Он не чувствует. Почему? Потому что он лоускил. А это очень сложная игра. Здесь не просто ты стоишь, рейткликаешь, до тебя никто не может добраться. Здесь прыгает Шейкер. Прыгает Тускар. И прыгает Слардар. И в итоге, поэтому здесь, чтобы на Лине играть, нужно быть супер хайскилл. А ты не он. Всё. Дэн. Тут не нужна аналитика какая-то. Серьёзно. Просто, просто, ну... Просто для этих уёвых. Просто бежит. Просто бежит. Просто бежит. Непонятно куда. Надеется, что выживет. Вообще, супер тупой муф от него был. Он должен был до конца ждать позицию, пока Слардар ошибётся. Сам первый прыгает. Если Слардар в драку не заходит, он тоже не заходит. Минус мид. Если нету... Ой-ёй, да ладно. Соляр решил залезть. Ладно, тут Клок рядом. Убьёт, кстати. Хотя Грифсы, Апнутый Лотус. Убьёт, убьёт. Рошан минута. БКБ поставил на линии. Ну, наконец-то, блядь. Аллилуйя, нахуй. Так, смог на смог. 15 секунд Рошан. Рошан может резнуться в боте. Если будет там полторы минутки хотя бы. Ой-ёй, коллапс. Ебать. Это тот самый идеальный файт? Блядь, ну он разревелился на кунке. Так, летят. Поставляется Крит. Крит баем. Ну, без Крита вообще не вариант. Ебать, что? Он уже... А что Денис делает? Дениса? Дениса убить на халяву? Да, Денис умирает. Денис байбэком. Денис в ебалах ослэм просто в пол. Выкупается Крит. Бидит миру. Крест. Одна секунда. Амар. Сбивает линку. Нажимает торрент. Идеальный торрент просто. Идеальный торрент нажимается. Родана сэвит. Скитер. Нужно держать позицию. Ам. Коллапс. Ой-ой-ой. Сейчас нужно скитера подсэвить. Нажимается ульт по Лару. Лару без байбэка. В это время коллапса на самом деле очень хорошо. Отзонили. Маурину очень больно. Маурин умрет. Маурин с Тараской живет. Но сейчас убьют просто. Хотя хорошая пика. Коллапс. Пытается догнать Лину. Лина пытается драться. Но его нету. БКБ его просто убьют за секунду. Его спрячут. Очень сильный саппорт. Нет. Но тут никак. Хотя хукшот нажимается. Боже. Какие сапы боги. Какие сапы боги у Фалькон. Я не понимаю. Боже. Это пиздец. Денис руинит. А есть сапы боги. Сапы боги. Сапы боги. Охуеть. Сапы боги. Без байбэка. Шейкер. Без байбэка. Шейкер. У него нету ТП. Его нашли. Без байбэка. Шейкер. Крит успел поймать его. Без байбэка. Шейкер. Ебать. Что он сделал на шейкере? Это пиздец. Что он сделал? Я не понимаю. Так. Вот они убили крита. Вот он бежит дальше. Но это пиздец. Это пиздец. Скитер соло. На самом деле. Он в драке. Так ты не так много урона. Он вообще-то практически не бил. Но он сделал правильно. Он в ней не был. Вот честно. Чтобы выиграть драку, в ней нужно просто не быть. Но по сути Ларо сделал нереальную хуйню. Он потратил эхо. Если бы там эхо не потратилось, то во-первых, Лина бы точно сдохла. Во-вторых, он просто выкупился и еще раз умер. Вся позиция просто пошла по пиздец из-за того, что он сделал. В итоге это минус боты. Это Рошан 28 секунд в боте, кстати. Проверяют ракеткой. И понимают, что сейчас они его заберут. 33 до шейкера без бая. Они еще и плюс аикс забирают. Ну, мид див. Мид див происходит в этой катке. Это точно. Да вообще Дэн в этом боте 5 пиздец. Его нет. Он очень плохо играет в этот боте. Но в целом он весь турнир хорошо играл. Но вот что-то в этом, ну, конкретно в гранд-финале он пиздец выпал. Ну блин, ну по-прежнему спирит ведут по галде. Но знаете, по морали они могут не вести после этой игры. Лина 25 получила. Вот это, кстати, пиздато. Плюс сразу сильных сверкал. Сейчас у Лины очень много урона. Прям дохуища, я бы сказал. Но они по-прежнему могут легко выиграть. Я вам говорю. А вот Аигис, конечно, это проблема. Потому что Лину 2 раза убить. Чтобы демонам, которые ее прячут с рефрешером, это уже сложнее, чем 1 раз. 1 раз ее вообще легко убить. Маурин. 4000 хп. Бля, на самом деле, если что, его могут за это наказать. Вот даже Ярий говорит, бля, сука, вот наказать бы его за это нахуй. Ну просто не готовы они. Так как они на варде еще видят их. Скипают 2 линии у нас команды Фальганс. Ну пиздецко тяжело хэграунд бить. Так, пошла стрела. Ну поздно кейнул гейпмер. Может какой-то форсик. Так. Ой-ой-ой, Родан. Сбили маленькую. Хушот на самом деле не попал. Нужно немножко подвыть и пошли корабли. Маурин чуть-чуть побил здесь со скиттером. Надо выйти, надо выйти, надо выйти. Прыгают на Лину. Лину форцуют. Коллапс. Получает крест. Стрела хорошая, кстати. Залетает у нас скиттера. Попробуют его добить. Сатаник. Куда? Блян. Ой-ой-ой. Пацан со Снэкинг. Снэкинга убили без бая. Хороший fight как будто бы для спирит. Потратил БКБ Лару. Нажимается в крита. У него ее диск. Ой-ой-ой. Как больно. Как очень больно. Но тут нету больше ульты, кстати. Умирана. Ульт. Пошел. Скиттер. Сатаник ЭД. БКБ нету. Да, его убьют за... Его убьют два раза. Блядь, его один раз убьют. Он встанет. Он истосдохнет нахуй. Так. Ой-ой-ой. 10 секунд Аегис. Коллапс. Без БКБ. Бля, коллапс идеальный таргет. Пошли по Радану. Алибарда. 6 секунд Аегис. Будут прыгать. Будут прыгать. Он под меткой. Давит. Давит. Спирит. Понимает. 3 секунды Аегис. Одна. Пропадает Аегис. Готов прыгать. Готов прыгать, мага. Боится, боится, боится. Здесь Амар с рефрешером. Ему, кстати, отдали рефрешер. У него будут корабли. Так. Ой-ой-ой. Маури хороший. Ой-ой. Но тут нету БКБ. Коллапс. Просто корабли. Нахуй. Нахуй. Что за хуйня. Просто в бухту, блядь. Нахуй. 10 штук залетело в ебальничек. Два кора умирают моментально. Просто Амар с рефрешером какой-то нереальный хуйни раздал. Охуеть. Лина просто даже не... Блядь. Ей даже не нужно здесь быть. Ей нужно просто не сдохнуть. Ей нужно просто стоять где-то далеко. Как в песне, блядь. Там далеко-далеко. Есть земля. Там Новый год. Два-два-два-два. Новый год. Два-два-два-два. Ко-нибудь такое. Она такая. О, он еще БКБ поставил. Бля, ебать нахуй с реф... Ай, пиздец, прокас с рефрешером новый выглядит сильно. А что они так быстро летят? Они как бы быстрее летят, чем со старого. Чем со старого таланта на 25-ом. Что-то они прям чейнят. Вообще нон-стоп. Бля, без БКБ Слардар такая параша, пиздец. У него КДБКБ было. У него нет баев, кстати, если что. Вообще ноль баев у команды Рейден. И пять баев у команды Дайер. Скитер. Так, шот шикарный по двоим героям. Залетает из Снэйкинга. Коги туда же. Радан, Магадан. Есть байбер. Выходит просто Снэйкинг на шарде. Мепошку видит. Скитера подняли. Но Скитера нечем убивать, потому что Слардар в таверне. У него есть форстап, он его нажимает. В итоге Мепошку пытается убить. Амар на развороте очень много живет. Опять отколетились корабли. Нажимаются корабли. В итоге Радан дерется со Скитером под ультой. Скитера не перебивает. Радан, Радан. Очень больно. Радан, один Вейс Форлд умирает. Без ББК. Это ГГ 3-0. ГГ пишет спирит. Поздравляем. Надо вебки смотреть. А, Скитерок, Скитерок. Во все зубы. Во все 32. Или 36. Сколько зубов? Уже была в чате шутка, что это в Тюн и Никс комментирует. Хочу сказать честно. Он на линии. Я не знаю, сам или ему сказали в команде. Он реально понимал, что ему нужно делать в игре. Вот это может быть забавно звучит, но просто не приходить в файт, это пиздец как круто с его стороны. Он просто стоял и ждал. И из-за этого Слардар стоял и ждал. И его Тима могла драться без него. Потому что и Слардара нет в драке. Но тем, что он это делал, это круто. Это во-первых. Я хочу сказать, что Скитер молодец. Во-вторых, если бы Дэн ту хуйню не сделал, они бы все равно выиграли. И непонятно, что бы дальше было. Я считаю, что эта карта была за Team Spirit. Они проиграли игру с почти двадцаткой преимущества. И найдя пиков на ШД. То есть в тот момент фальконы, я уверен, они были в страхе. Потому что они пришли на Рошана, которого они не могут отдавать, потому что они игру проебут. Они и так проебут. То есть это уже был последний шанс у них. И они теряют шеду демона. Остаются четыре в пять. То есть что лучше может было быть для Spirit. И вот то, что он прыгнул на вражеский вижн. Один, когда команда была не готова. Нажал охаслэм в землю. Умер, не нажав БКБ. Выкупился. Поломал позицию своей команде. Это проебало игру. Ну то есть я уверен, что на том моменте, после пиков и ШД, они просто забирают Рошу. Но в моем понимании, тактически все равно они были хуже на этом турнире. И фальконы заслуженно больше выйдут. Много кто говорил, что скитер в пабликах много колит. Поэтому он в макро может быть и не такой хуёвый. Но индивидуально он точно самый слабый в тиме. Поэтому кажется, у скилл он таким. Да он не то, что был у скилл. Он просто худший из лучших. Понимаешь? Но зато он лучший из худших. И тут вопрос, с кем ты хочешь быть. И он не такой хуёвый, как многие думают. Просто когда его сравнивают с лучшими Керри, он не может быть лучшим Керри. Он супер узкопул, невероятно... Ну как это объяснить? У него слабая микро, слабый лейнинг. Он определенно только в одном стиле играет, который ему разграб потакает. Он не играет на хардкорах. Он очень нестабильный. И у него в целом не опора команды. Но даже так он всё равно не хуёвый. Он делает минимум, что ли. И этого достаточно. В этой команде этого достаточно. Потому что все остальные игроки пиздят сильные. И понимают, что делать. Я не буду до смерти кусосить скитера. Я пытаюсь объяснить, что я имею в виду. Я вырос, понимаете? Я вырос на... Блядь, это как какой-то фанат футбола, который вырос на Рональдинио, на Криштиану, на Месси. А потом ему говорят, блядь, погребняк сейчас все турниры выигрывает. Он говорит, да я, блядь, не хочу я, блядь, этого признавать. Я хочу, чтобы, блядь, Миракл был, понимаете? Чтобы он ебал. Чтобы я Тора, блядь, всех ебал. Я не хочу, блядь, говорить, что погребняк лучший игрок в мире. Ну, потому что я видел лучше. И не важно то, что погребняк... Ну, типа, что Месси, там, Криши, Рональдинио больше не играют. Без обид погребняку есть еще. Если взять это Бо-5 и проанализировать, тут мид дифференс произошел в трех картах. Может быть, у Дэна что-то случилось. Я не могу говорить. Не знаю, что случилось. Ты в курсе, что Скиттер начал русский учить? Уже в пабликах разговаривает. Скоро тебя на бив вызовет. Ребату? Короче, это последний онлайн-турнир с лоповыми командами перед Интернешнл. Я думаю, многие воспринимали его как такой размяться. Я считаю, что хорошо, что Спирит проиграли. У них будет дополнительная мотивация перед Интом еще сильнее потренироваться и понять, что... Ну, они в целом как бы неплохо играют, но что-то со своими драфтами нужно делать. Да, они где-то нащупали Скорпиона. Это точно пизда-то работало. Умни Найт у них классно работал. Инча от Ярика, да? Но все это им перебалили потом в гранд-финале. И они уже больше не смогли нащупать, чем играть. И начали ферспикать Мирану, и, мне кажется, в нее застрагивались сильно. Поэтому я считаю, что круто, наоборот, перед Интом проебать. Они вернутся на Инт сильнее, а Инт намного важнее, чем этот онлайн-турнир. Поэтому я считаю, что для Спирита это классно. Это дополнительная возможность просто на Инт в более сильной форме выйти. Интернешнл стартует 4 сентября. Худшая группа, если что... Ну, вообще худшая... Как это называется? Формат турнира худший. Типа группы, из которых никто не вылетает, прикиньте. Там и скучный Инт будет, видимо. Бля, ну то, что это мета-аур ебаных, мне расстраивает, если честно. Вообще, у меня нету праздника перед Интом. Я не знаю, как у вас. Для меня Инт — это такой же онлайн-турнир, как и любой другой. К сожалению. Может быть, я сам себе это в голове напридумывал, но у меня почему-то вообще нет праздника перед Интом. У меня даже как будто бы больше хайпа перед Рядом было, чем перед Интом. Может быть, я реально уже постарел. Перед стримерс батл был хайповее. Бля, если мы пришли к тому, что стримерс батл хайповее, чем Инт, это грустно. Я просто не понимаю, что в голове у человека, который делает группы, из которых никто не вылетает. Зачем их людям смотреть? Чтобы вы понимали, это бо-2 группы, еще и бо-2, из которых никто не вылетает. Почему не сделать швейцарку? Почему просто не сделать швейцарку? Я честно не понимаю. Да дело не в призовых. Инт — это был всегда праздник для Доты. Какой-то ажиотаж, хайп, квалы, компендиум. А сейчас смотришь, вот по низам. Давайте пройдемся по низам. Талон, Аврора, Наунс, Хероик, Бискост, Тим Зира. То есть вот матчи этих команд, ну, естественно, и IG тоже. Так похуй-то у них вообще. Безумно. Я думаю, и на OneWin было бы похуй, если бы они не из нашего региона были. Команда, которая сыграет в группе 0.6, может попасть в верхнюю сетку из-за формата. Это же мем. Ну, потому что они перегровки будут играть Бо-3, да? Ну, это, блядь, чушь-то. Это реально чушь. Я согласен. Все, ребятки, спасибо всем огромное, кто смотрел. Подписывайтесь на ИТГ, там будут все анонсы по стримам. И всем вам сладких снов. Доброй ночи. Александр Левин, Александр Левин. Александр Левин, Александр Левин. Александр Левин, Александр Левин.